Давайте начинать. Так, всем привет. Раз, два, три. Давайте запишем. Зовут меня, ну запишем, запомним, Лохтеров Вячеслав Александрович. Я работаю инженером в МГТУ имени Баумана. Со дня окончания его в 97-м году работаю инженером и параллельно преподаю в учебном центре номер один специалист, который является компанией дружественных МГТУ. Много преподавателей, там работают сотрудников и так далее. И, соответственно, я тоже. Тема сегодняшнего нашего вебинара будет часть моей работы как инженера. Замечательная система мониторинга Zabix. Для того, чтобы мне провести вебинар, а вам потом можно было, если понравится, его воспроизвести, мы будем использовать методическое пособие, которое доступно вот по такому адресу. Еще раз говорю, что будет запись, поэтому все это можно, значит, в записи потом найти. Вики в формат пособия. Вал это Вячеслав Александрович Локторов, то есть я, БМСТУ, место основной моей работы и, соответственно, в России. Без этого названия пособия получается адрес моей электронной почты. Это адрес места работы инженера. Также можно писать на адрес компании, где я преподаю специалист.ру. Вот, и на самом деле это один адрес, так что пишите куда угодно, и я это письмо получу. И вот, если что-нибудь интересное будет, то отвечу даже. Так, значит, я открываю это методическое пособие. Я использую его в работе как инженер. Здесь очень много различных материалов. Может быть, вам тоже понравится его использовать. Пожалуйста, если не понравится, ничего страшного. По нашей с вами теме Zabix. Огромное количество материалов в интернете можно найти. Значит, с точки зрения методического и преподавания, я использую раздел материалов в методике чтения курсов. И здесь, среди прочего, есть раздел с вебинарами. Я уже прочитал несколько вебинаров. По каждому из них есть запись. И вот самый новый, самый последний вебинар, который я подготовил по теме Zabix. Ну, я взял самую интересную тему, на мой взгляд. Вот, когда мне сказали, давайте сделаем. Я, честно говоря, еще не знал, как это делать. Но сразу говорил, если будем делать, давайте сделаем самое крутое. Давайте покажем, как в Zabix автоматически строится топология сети. И вот мне за 45 минут надо успеть это рассказать. Посмотрим, как это получится. По поводу топологии сети. Значит, в МВДУ имени Баумана огромная сеть. И, соответственно, топология сети – это то, что нам очень нужно было уже давно. Исторически так получилось, что Zabix не была системой, которую мы использовали на самом начальном этапе. Как все выходцы кафедр типа информатики и управления вычислительной системы комплекса и сети, мы любили программировать все сами. И вот напрограммировали. Значит, у нас имеется небольшая, значит, Википедия, которая используется для работы. И, значит, среди элементов этой Википедии есть, соответственно, раздел, посвященный коммутации сети. Вот. Ну и доступ к этой Википедии на самом деле еще закрыт небольшим VPN-ом. Да. Здравствуйте. Вот. Я просто сейчас хочу показать, как выглядит топология сети у нас в университете. Это стоит того, чтобы увидеть. А потом сравним с тем, что получится в результате. Так вот, топология сети очень нужна, когда какой-то коммутатор исчез. И чтобы понять, куда, собственно, он был подключен, необходимо... Вот. Как вам топология сети? Мне кажется, все ясно. Все свечи и путь их к корневому коммутатору. Видите, если что-то пропало, то мы быстро из этого текстового файла строится топология сети еженочно. Да, все хорошо, но не зрелищно, конечно. Продать это сложно. Поэтому вот у нас в университете такая схема. А мы с вами, соответственно, попробуем увидеть что-то более зрелищное. И вот неким таким отсылом к тому, что мы с вами будем делать, явилась вот эта статья на форуме. Значит, действительно рассказывается, что есть какой-то чудесный скрипт, написанный на моем бывшем любимом языке Perl, который опрашивает оборудование сетевое, делает из этого какие-то выводы и каким-то чудесным образом скармливает результаты Zabbix. Но Perl мы не будем использовать, будем использовать кое-что другое. И, соответственно, выберем любимый язык программирования. Так, ну хорошо, прощаемся тогда с тем, что у нас есть. И, соответственно, перейдем к практике. Я очень буду рад, если вы сможете это дело воспроизвести в домашних условиях и постарался для этого подготовить, значит, все, что только можно. Вот, придя домой после вебинара, вы захотите все повторить и начнете с того, что вам потребуется развернуть виртуальную машину, развернуть Zabbix, развернуть сеть и так далее. Как же это делать? Вот, чтобы это было удобнее сделать, я прям заготовил следующую схему. Вы придете домой, достанете свой ноутбук или стационарный компьютер, наберете команду IP-конфиг, IP-конфиг, и увидите, что у вас дома вот такая вот IP-сеть. Может быть, другая сеть, но чаще всего такая. Какая-нибудь 192, 168, 1 и так далее. Соответственно, пятый адрес, например, у меня здесь, а у вас может быть там 10, 20, 30, наверняка у вас есть Wi-Fi роутер, который эти адреса выдают. Поэтому я сейчас нарисую топологию, исходя из того, что у вас может быть дома, чтобы вы могли все это дело воспроизвести. Значит, у вас имеется дома Wi-Fi роутер. Вот я его здесь нарисую. Wi-Fi роутер. Wi-Fi роутер. Далее у вас имеется система, в которой вы хотите воспроизвести этот вебинар. И, соответственно, Wi-Fi роутер раздает сеть 192, 168, 1. Вот таким вот образом я запишу. Первый адрес у Wi-Fi роутера, а, например, пятый адрес у вашей системы. Соответственно, мы будем активно использовать виртуализацию. Кто не знает, что такое виртуализация, очень хорошо. Сейчас вы узнаете, что можно дома развернуть 2, 10, 20 машин. Там соедините в хитрую сеть, и все хорошо. Поэтому, используя виртуализацию, мы развернем сейчас Linux-систем, внутри которой будет Zabbix. Ну и чтобы никаких конфликтов с вашими телефонами и прочим не было, мы назначим адрес сотый. Договорились? Итого получается, что у нас машина будет иметь адрес 192, 168, 100. Теперь, где взять машину? Ну, на самом деле, ничего не мешает выбрать любимый дистрибутив Linux. Я большой фанат вот этого дистрибутива. Не будем разводить холивары. Я его люблю, я его выбираю, я его использую на курсах. Вот. И, соответственно, можете с этого сайта скачать дистрибутив и установить. Чтобы нам 45 минут не тратить на установку Debian'а, я возьму готовый предустановленный образ и, соответственно, поступлю... Нормально. Спасибо. И, соответственно, приступлю... Сразу же импортирую готовую систему. Вот у меня есть система готовая. Кому надо, пишите на почту, пришлю вам этот образ, хотя ничего в нем особенно выдающегося нету. Вот. Просто, чтобы не трать время на инсталляцию. Значит, пока он у нас ставится, в методическом пособии можно будет увидеть, значит, то, что мы начали. Модуль первый, развертывание стенда. Вот история про команду IP-конфиг, чтобы выбрать сеть дома. Вот. А дальше, когда машина развернется, вот она у нас разворачивается. Ну, я не буду там ей имена давать. Дам, а может и дам. Давайте назовем красиво. Server.corporacy1.yum. Приходите к нам на курсы. Вот этот домен корпорация, и дальше у каждого свой номер будет вас постоянно преследовать. Ну, а здесь запишем сегодняшнее число. У нас что сегодня? 14-е, 0-8-е, да? 0-9-е уже. 9-е. 2018-й год. Назовем так машину, дадим ей побольше оперативной памяти. Виртуализации разные бывают. VirtualBox очень хорош для домашнего использования. Я на предприятии с товарищами использую V-Sphere. Очень довольны мы продуктом в январе. Но на курсах VirtualBox хватает более чем. Так, значит, сеть. Сеть. Раз мы говорим, что эта машина будет у нас подключена к нашей сети, и мы сможем с ней работать, она должна соединена быть мостом с физическим адаптером. Что я и делаю. Сеть. Включаю с мостом. Так, ну и MAC-адрес перегенерирую, чтобы это не значило. Так, окей. Запускаю нашу виртуальную машину. И после запуска произвожу конфигурацию. Значит, опять же здесь в пособии перечислены файлы, которые надо отредактировать. Значит, надо назначить машине имя. Файл хост. Сожелательно отредактировать. Не буду заострять долгое время на том, что это такое. Резолф конф отвечает за клиента DNS. И, собственно, выбранный нами IP-адрес. Вот четыре IP. Вот четыре файла надо отредактировать. Я постараюсь это сделать как можно быстрее. Значит, в образе сразу же заведен пароль вот этого пользователя. Никогда его не используйте на практике. Вот. Ну, только ради экономии времени я пользуюсь, соответственно, привилегированной учетной записью. Вот. Ну и далее даю имя нашей машине. Корпорация 1.юн. Сервер мониторинга. Замикс. Так. Файл хост. Значит, здесь у нас должна первая сеть. Сотый адрес. Машина называется сервер. Корпорация 1.юн. Ну, это такой выдуманный домен. И еще раз, у каждого слушателя он свой индивидуальный. Каждый слушатель на курсах у нас администрирует свою сеть со своим доменом. Так. Ну и, соответственно, что там еще осталось? Resolve.conf. Клиент DNS. Resolve.conf. Так. Ну, даже. Корпорация 1.юн будет пристыковываться к коротким именам. И здесь в качестве DNS сервера, как правило, работает ваш Wi-Fi роутер. Вот с таким первым адресом. Так. Что осталось? Самый главный большой файл. Network interfaces. Вот. Здесь, опять же, темплейт для разных курсов. Много интерфейсов. Но у нас с вами у машины будет один единственный интерфейс. И она будет сервером мониторинга с сотым адресом и ходить в интернет через первую очередь. Пожалуй, не обязательно, но быстрее для применения всех файлов перезагрузить машину. И мы приступаем к теме развертывания Zabbix. Значит, Zabbix можно устанавливать различными способами. По Zabbix имеется прекрасный сайт с документацией среди прочих материалов. Кстати, на русском языке активный раздел поддерживается. Поэтому я еще раз говорю, что тут вы не останетесь без информации. Очень хорошая система. Ну и, соответственно, они предлагают разные варианты. Я являюсь большим сторонником установки ПО из штатного репозитория. Не случайно. Именно поэтому я и выбрал Gebe. Кстати, если все сделано хорошо, то сейчас я должен иметь возможность подключиться к своей системе. Давайте попробую сделать. Значит, ну беру любимый клиент SSH и подключаюсь к системе 192.168.1.100. Так, повезло. Опять же, не очень правильно, что здесь разрешен вход пользователю root. Никогда так не делайте на предприятии. Я тоже не делаю со своими коллегами. Но здесь просто экономия времени. Соответственно, мы должны установить Zabbix. Еще раз говорю, что будучи большим любителем и сторонником использования базового ПО и противником подключения всяких сторонних репозиториев, я буду ставить ту версию, которая в данном Debian есть. Значит, опять же, спасибо авторам Debian. Достаточно вот набрать установку такого пакета. Так, да, вспомнил еще одну вещь. Мы же только что систему установили, поэтому надо синхронизировать репозиторий. Опт-упдейт. Так вот, достаточно набрать команду установки Zabbix сервер с поддержкой базы данных своей информации в SQL. Как видите, сколько компонентов будет установлено. Вот, соответственно, я ни о чем не задумываюсь и пару минут у нас должно уйти на инсталляцию. Пока инсталляция будет происходить, мне хочется рассказать о Zabbix коротенько. Из чего он состоит? Значит, он состоит из компонентов, первым из которых является Zabbix сервер. Zabbix сервер активно работает с конфигурацией, которую мы с вами будем настраивать вручную и автоматически. А также хранит свои данные в базе данных и в качестве баз данных могут использоваться различные с UBD. Ну, я со своими товарищами чаще всего сталкивался с MySQL, поэтому традиционно мы его используем. Вот, хотя Zabbix готов работать с другими с UBD, там и с Postgres, и про Oracle, я слышал, у кого-то используется. Так что, ну, а мы возьмем такой самый распространенный вариант. Так, ну, и посмотрим, как нам процесс идет. Значит, сейчас пакеты закачались, сейчас раскрываются. Вот, ну, и чуть больше минут это должно занять. Пока оно занимается, продолжу. Значит, для того, чтобы мы с вами могли работать с Zabbix, используется так называемый Frontend. Frontend Zabbix. Frontend Zabbix – это приложение, написанное, наверное, на PHP написанное. Может быть, не все, но большая часть его на PHP написана, или PHP, там правильный язык программирования. Frontend Zabbix. Соответственно, само приложение использует веб-сервер. Вот у нас такие вот компонентики появляются. Веб-сервер, приложение, Zabbix сервер. Пока что ставится только вот эта вот часть. Сейчас мы с вами дождемся ее установки. Да, вот она у нас закончилась, видите. Теперь, поскольку у нас Zabbix использует базу данных, надо ее создать. Создать, опять же, следует документации. Чтобы создать базу данных, я буду использовать простой скрипт. Вот, и, соответственно, не буду подробно рассказывать, что здесь команды означают. Если кто-то с какими-то СУБД работал, тот увидит, что знакомое. Создать базу данных, имя базы данных и так далее. Вот, теперь использую этот скрипт, создаю базу данных. Все пока, как в документации сказано. И заполняю эту базу данных метаданными. Имеется несколько файлов, описывающих, какие таблицы должны в этой базе быть. Какие там, значит, атрибуты, какие там параметры и прочее. Все это делается, опять же, согласно документации. То есть, мы сейчас в наш MySQL загоняем метаданные, которые Zabbix будет использовать для хранения конфигурации и результатов. Но, опять же, не буду тратить время, чтобы заглянуть, что он там нас создаст. Будет огромное количество таблиц создано. Сам продукт Zabbix развивается уже больше 10 лет. И, собственно, постоянно старается стать все лучше и лучше. Поэтому структуры данных там довольно развесистые. Но все это под капотом. Мы, как администраторы, будем работать с внешним фронт-энд-приложением, в котором, надеюсь, все будет просто, понятно и доступно. Так, значит, согласно документации, почему-то несколько файлов. Почему-то несколько файлов, но раз они так сделали, значит, они, наверное, знают, что нужно и, соответственно, можно. Так, база данных готова. Значит, база данных готова. Теперь, согласно документации, надо вот этому компоненту, вот этому компоненту объяснить, что ты должен работать вот с этой базой данных, подключаясь туда под таким-то логином и паролем. Делается это через файл конфигурации Zabbix. И, соответственно, в самый конец этого файла мы это дело все вставляем. Вот у нас описывается, что сервер баз данных находится вот здесь вот, под такой-то учеткой. И, соответственно, так, что еще? Debian, пакет Zabbix под Debian не подразумевает автостарт автоматически. Вот перед вами команда великого и ужасного SystemD, про которую тоже есть огромное количество холиваров. Она делает запуск Zabbix автоматическим после загрузки сервера. И, соответственно, запускаем Zabbix. Все, вот эти два компонента работают. Можно уже мониторить, заполнять конфигурацию. Вот они у нас, два компонента эти запущены. Так, значит, но пока трудно что-то хорошее сделать, пока не поставлен frontend. Поэтому следующий этап, кстати, я вот пропустил важный этап, я развернул образ, а в нем неправильное время. Хорошо, что я вспомнил, что это сделал. Так, дата у нас какая? Ну, дата у нас правильная, у нас временная зона неправильная, поэтому вот таким махом я ее поправил. Так, ну и приступаем к фронт-энду. Значит, веб-интерфейс, опять же, спасибо. Так, значит, устанавливаем frontend. Опять же, в Debian стоит установить вот такой вот пакет, как будет автоматически установлен веб-сервер Apache, будет установлена PHP, библиотека для связи, программа написана на PHP с MySQL. Ну, короче, запускаю и, опять же, никаких тут нам действий не нужно выполнять, долгих. Все будет сделано автоматически. Значит, сейчас мы ставим с вами вот этот вот компонент, вот этот frontend Zabbix, веб-сервер. И, опять же, будем ему объяснять, что надо работать вот с этим вот Zabbix-сервером и вот с этой вот с UBD. То есть, через веб-сервер мы будем управлять Zabbix-ом и через него же будем смотреть, что он там намониторил, этот Zabbix. Так, значит, он у нас почти установился. И вот сейчас мы увидим, что Zabbix имеет, ну, такое близкое отношение к нашей стране, почти, почти близкое, потому что разрабатывался он, ну, историю можете почитать, как приложение. Ну, в каком-то банке работал хороший программист, который решил настроить мониторинг и взял и написал свою программу, вместо того, чтобы использовать готовый. Соответственно, он работал в Риге, да, а мы с вами в Москве. Вот в этот файл инициализации PHP необходимо это сделать. Так, далее не буду углубляться, как веб-приложение настраивается в Debian. Значит, достаточно подключить конфигурацию, которая досталась из пакета Zabbix и перезагрузить, и перезагрузить веб-сервер Апач. Сейчас мы с вами будем готовы подключаться к фронт-энду для настройки Zabbix. Осталось только объяснить фронт-энду, где находится сервер баз данных. Ну, здесь два варианта. Либо через визард, ну, давайте сделаем через визард. Значит, для визарда потребуется файл, куда будут конфигурации записаны. И веб-сервер должен обладать правами на запись в этот файл. После чего можно в браузере попробовать подключиться к нашему будущему серверу. Можно по IP-адресу. Ну, у меня здесь DNS настроен, поэтому я воспользуюсь возможностью. И, соответственно, у нас появляется визард Zabbix. Ну, здесь практически next, next, next я буду нажимать, потому что большинство из тех, кто пришел, уже Zabbix устанавливали. Я хочу, чтобы это смогли сделать дома все, кто наш вебинар посмотрит. Так, соответственно, наш с вами Zabbix готов к подключению. Логин админ, пароль Zabbix. Zabbix и, соответственно, подключаемся. Так, конфигурация, хосты. Никаких хостов, пока наш Zabbix не мониторит. Готов мониторить сам себя, если мы установим Zabbix-агент. Но на нашем курсе, на нашем вебинаре, точнее, никаких Zabbix-агентов не будет. Zabbix-агентов слишком просто и неинтересно. У нас с вами будет мониторинг распределенной сети. Сети коммутаторов, цепочек коммутаторов, связи и так далее. Поэтому нам понадобится эта цепочка коммутаторов. Где же их взять? Значит, я с провиртуализацией вам посоветовал использовать VirtualBox дома. VirtualBox позволяет эмулировать PC-компьютеры. А сейчас познакомлю вас с другим эмулятором, тоже используемым на наших курсах. Это замечательный продукт, который называется Graphical Network Simulator, GNS. Этот эмулятор позволяет эмулировать оборудование ЦИСКа. И, соответственно, сейчас мы здесь развернем наше облако коммутаторов. Но нам опять придется придумать название проекта. Например, давим Zabbix. И сегодняшнее число у нас. Сегодня у нас 14-е, 9-е, 2018-е. Так, вдруг нам завтра оно понадобится, поэтому сохраним конфигурации. Ну и опять же, если вы дома хотите научиться работать с оборудованием ЦИСКа, поставьте себе этот GNS и сделайте так, как мы делаем на семинаре. А именно, развернем сейчас облако коммутаторов. Проблема в том, что в GNS нет коммутаторов. Эмуляция коммутаторов здесь отсутствует. Только эмуляция роутеров. Поэтому придется нам положить роутер. Точнее, даже не один, а несколько. Но как-то сделать, чтобы он был коммутатор. Как сделать в GNS эмуляцию коммутатора? Надо взять роутер 36-й версии, 36-й серии. Что дальше можно сделать? Можно назвать его коммутатор SWITCH-1. Можно нарисовать, что это коммутатор. Как, похож на коммутатор? Мне кажется, вылитый, да? Но настоящим коммутатором он станет только тогда, когда вы добавите туда вот такую вот плату. В этой линейке роутеров ЦИСКа можно вставить 16-портовую Ethernet-плату. И для большого количества лабораторных работ, связанных с коммутаторами, эта плата вполне годится. Так что имейте в виду. В GNS мы будем... Так, коммутаторов у нас должно быть и облака. Поэтому сейчас я это облако делаю. Значит, называю этот коммутатор SWITCH-2. Так, меняю его картинку. И, соответственно, вставляю туда плату. Вставляю туда плату. Так, и третий коммутатор. Начнем с трех коммутаторов. Потом, если успеем, четвертый добавим. Значит, опять же, я называю его так, как SWITCH-3. Так, рисую картинку правильно. И, соответственно, вставляю плату. Вставляю плату сюда. Так, ну и соединим как-нибудь. Соединять буду так особо не целясь никуда. У нас же топология должна автоматически будет построена. Вот раз она автоматически строится, пускай и построится. Вот так вот. Все. Готово. Значит, теперь я это дело запускаю. Ну и опять поздравляю тех, кто в первый раз смотрит, как с CISCO работать. Потому что сейчас вы узнаете, как по-быстрому настроить коммутатор CISCO. Ну что, раз заявлена такая тема вебинара, надо показать, как это сделать. Значит, пока они у нас запускаются, опять же, хочется сделать так, чтобы все это было доступно. Да, вот это получается. Да, вот это наша виртуальная машина. Вот это наша Windows-система. Вот я назову, да? Windows 7 у меня. Вот это у нас, соответственно, Debian. Здесь у нас виртуализация GNS3. И здесь у нас это облако коммутаторов. Видите? Всем понятно, да, что происходит? В рамках одной машины используются две системы виртуализации. Виртуализация, соответственно, PC-систем, виртуализация CISCO-систем. Ну, я подвожу вас к тому, что надо сделать так, чтобы наш с вами сервер смог мониторить вот это оборудование. А чтобы он его смог мониторить, это оборудование должно иметь адреса в этой же сети. Понятно? Поэтому, долго не думая, я решил этим коммутаторам дать... Этим коммутаторам дать... Да, давайте GNS напишу долгое время. Вот этот коммутатор первый, вот этот второй, вот этот вот третий будут иметь адреса... Вот этот точка 101, вот этот точка 102, а этот точка 103. В этой сети сотый наш линукс, 101-й первый коммутатор, 102-й второй и так далее. Ну и как это настроить? Значит, настроить это можно следующим образом. Пойти на авторизованный курс CISCO, где вам за недорого расскажут, что для того, чтобы коммутатор был доступен для администрирования, нужно провести в нем вот эти вот настройки. Надо зайти в режим конфигурации, дать ему имя подходящее, назначить IP-адрес вот этому интерфейсу, ну и скопировать результат в долговременную память. Я сейчас заготовлю себе рыбу, чтобы не долго тратить время на это дело. Так, ну и, соответственно, первый коммутатор у нас будет называться SWITCH1, иметь адрес 101, вот, и я его конфигурацию беру и... копирую в коммутатор. Так, давай MNS. Лишнее, лишнее не надо открывать. Вот он у нас, вот он у нас, SWITCH1. Так, настроили SWITCH1. Теперь, конфигурацию для SWITCH2. Вызывается у нас SWITCH2, имеет адрес 102. Соответственно, я копирую на второй коммутатор. Так, и третий коммутатор. Третий коммутатор у нас, соответственно, должен иметь адрес 103. 103 коммутатор. Так, третье имя у него SWITCH3. Так, настраиваем. Ну что, будет очень круто, если с нашего Windows-компьютера будет доступен не только наш сервер, но с сервером мы уже убедились, что он доступен, я же к нему по СССР туда подключился. А вот будут доступны вот эти вот стенды. Значит, GNS-система хорошая. Я такое ударение делаю, потому что, конечно, проблем с ней хватает. Немножко подглючивает, немножко подтормаживает и так далее. Но, честно говоря, для того, чтобы обучаться, например, готовиться к экзамену, там лабы какие-то проводить вполне достаточно. Вот эта вот пауза, она такая для меня тревожная. Я надеюсь, что у нас все обойдется. И через какое-то время наш с вами, значит, ответит коммутатор первый. Ну, я... А, нет, не ответит. Не ответит, сколько бы я не ждал. Дело в том, что сейчас, да, да, связи нет между нашим компьютером и GNS-ом. GNS-ом сам по себе. Поэтому не хватает еще одного элементика. Не хватает элементика. Для того, чтобы эти коммутаторы попали и стали доступны, необходимо использовать объект Cloud. Ну, сегодня Cloud используется совершенно в другом смысле. Авторы GNS используют его как будто бы интернет-сервис провайдера, что-то вот такое. И вот в настройках этого объекта я могу взять его и подключить к своей сетевой карте. Выглядит она вот так страшно, но это та самая сетевая карта моего Windows 7, которую мы видим вот здесь. Вот здесь она вот так называется, да, а в GNS она называется вот так. Вот поэтому я, соответственно, этот клоуд положил. А теперь придется соединить какой-либо из коммутаторов вот с этим клоудом. Вот так вот. И только тогда, соответственно, и только тогда связь может появиться. Так, ну опять же, я подозреваю, что быстрее будет здесь перезагрузить коммутатор, чтобы все встало. Единственное, я хочу убедиться, что его конфигурация сохранена. Кстати, внутри коммутаторов, облако коммутаторов, пинг уже должен идти. Давайте проверим. 192, 168, 1. Ну, допустим, с первого, второй коммутатор будет пинговаться или нет. Да, видите, ну традиционно. Кстати, настоящая отсыска. Видите, первый пакет пропадает, остальные все есть. На самом деле здесь не натуральная эмуляция, используется IOS. Вот, поэтому, так, поэтому я беру и первый коммутатор останавливаю и снова запускаю. И снова запускаю. Вот, и если все в порядке, то мы должны увидеть связь. Вот через вот это вот облако моя Windows 7 система, вот я вот здесь напишу вот это Windows 7 система, через вот эту сетевую карточку будет связана вот с этим вот оборудованием. Понятно? Оборудование имеет IP-адреса в той же сети, что и Windows. Ну, в общем, это точка связи GNS и Windows. Так, ладно, проверим, что там со связью у нас. Давай, отвечай, люди ждут. Давайте на него посмотрим, как он там себя чувствует. Пинга 192, 168, 1, 100, 102. Так, пингуется отсюда. Ну, пошло. Видите, да, вот связь появилась. Так, ну, опять же, я люблю GNS. Почему? Потому что он бесплатный, он работает, но не все просто. Вот, смотрите, вот, смотрите, забавная ситуация. С Windows системой пингуется наш Linux, с Windows системой пингуется наш Switch, но с Linux системой Switch не пингуется. Так можно посидеть, вот так преподу ведешь занятие, говоришь, давайте сделаем что-нибудь. А у людей, соответственно, стенд не работает. Ну, ничего, уговорим. Бесплатно, дешево и сердито. Значит, опыт показал, что для того, чтобы связь была между всеми тремя элементами, с Windows компьютера на Linux, с Linux на GNS, необходимо в настройки сетевые карты зайти и выбрать странную опцию, неразборчивый режим. На самом деле, приходите на виртуализацию, этот неразборчивый режим есть во всех решениях. И в сфере тоже, связанного с прохождением Ethernet пакетов, MAC-адресов и так далее. Короче, мы разрешаем все. Подробности на курсе по виртуализации. Вот, и запускаем снова нашу систему с надеждой, что сейчас коннективность восстановится, и только теперь можно будет, собственно, настраивать мониторинг из Zabbix наших коммутаторов. Ну, давайте посмотрим, как это произойдет. Вот, в принципе, сделан уже фундамент. Значит, если сейчас связь будет, то у нас с вами все готово. Zabbix, куча цисок, хитро соединенные друг с другом, можно начинать мониторить. Давай. Так, давай. Соответственно, подключаюсь как пользователь root с паралем и проверяю ping. Так, вуаля. Все, теперь у нас все готово. Даже, честно говоря, я, как администратор местного ДНС, сделал еще и возможность по именам ping отправить. Хорошо. Мониторить оборудование циска. Как же Zabbix сможет мониторить оборудование циска? Ведь на оборудование циска нельзя установить агента. Многие из вас знают, что оборудование циска прекрасно мониторится по протоколу какому? Какому протоколу? SNMP. Вот сейчас мы с вами подготовим почву для этого. Чтобы мониторить оборудование по протоколу SNMP, надо, во-первых, на сам наш сервер мониторинга установить поддержку SNMP. В Zabbix она не входит. То есть Zabbix использует внешние библиотеки, которые входят вот в эти вот пакеты. Значит, не буду вам рассказывать, что такое Management Informational Base. Приходите на курсы по взаимодействию Linux и циска. Там, соответственно, об этом подробно рассказывается. А сейчас мы просто говорим. Вставим на Linux пакеты, необходимые для того, чтобы мониторить. И вставим на наши циски элементы конфигурации, которые позволят их мониторить в свою очередь. Ну, честно говоря, здесь просто запускается SNMP-сервер вот с таким вот параллелем. И делаем мы это на всех трех наших коммутаторах. Так. На всех трех наших коммутаторах. Теперь после вот этих действий мы можем проверить, может ли наш сервер мониторинга обратиться к оборудованию циска, к любому из этих коммутаторов, по протоколу SNMP и, например, что-нибудь узнать. Значит, ну здесь вот есть тестовые варианты. Значит, можно опрашивать наши коммутаторы, используя так называемые OID-ы, Object Identificator. Так, значит, ну лабы из другого курса, а здесь мы опрасываем Switch. Switch. Вот я говорю, дай мне значение вот этого параметра, Switch1. Ну и мы видим, что этот OID ссылается на имя коммутатора. Видите? То есть мы можем с каждого оборудования вытащить, например, его имя. Для топологии пригодится даже очень. Ну а можно использовать текстовые, более такие человеческие, хотя я не вижу здесь ничего большего человеческого. Вот, соответственно, ну, наверное, больше похоже. Да, сисней мы запрашиваем, да, у Switch1. То же самое можно у Switch2 спросить и так далее. Так, еще одно действие я чуть не забыл сделать, неочевидное. Опять же, не буду заострять внимание. Значит, согласно лицензионным соглашениям, надо закомментировать строчки вот в этом вот файле, ну, либо просто удалить содержимое файла. Замечательная команда, дятел перед вами, да, она очистила содержимое файла, в котором было сказано. Для подтверждения лицензии закомментируйте все, что там есть. Так, ну и, соответственно, Zabbix сервер надо перестартовать, потому что мы установили библиотеки, которые будут им использоваться. Далее, многие из тех, кто смотрит семинар, знают, что теперь достаточно зайти в раздел «Хост», создать хост, выбрать, значит, здесь протоколы с NMP, указать IP-адрес. Ну, вы не для того здесь собрались. Давайте заставим Zabbix автоматически найти все наши коммутаторы. Ну, у нас с вами три коммутатора, а в Baunki, например, их чуть больше 100, 120, по-моему, да, и вот 100 коммутаторов добавлять было бы не так весело. Поэтому мы с вами, как бонус, посмотрим, как Zabbix найдет наши коммутаторы автоматическое добавление устройств в Zabbix. Значит, чтобы он это делал, мы пойдем в раздел «Конфигурации», в раздел «Дискавери» и не будем создавать новое правило, будем использовать существующее. Значит, это правило гласит, что надо сканировать вот эту вот сеть. Узнаете нашу сеть, да? Значит, чтобы, опять же, тут долго не ждать, я укажу диапазон ограниченный, значит, вот с сотого до 110-го возьму IP-адрес, мне достаточно. Сканирование раз в час. Кто хочет через час здесь смотреть, со сканированием что-нибудь или нет? Поставим каждые 60 секунд. Каждые 60 секунд будет сканирование происходить. Вот, соответственно, и на сканируемых устройствах сейчас наш Zabbix ищет Zabbix-агента. Я обещал, что никаких Zabbix-агентов у нас с вами не будет, поэтому я удаляю. И говорю, что на самом деле наше устройство доступно по какому протоколу? Какой? SNMP. V2 возьмем, честно говоря, всегда использовали. Community Public, если кто-то видел, запомнил. Ну и, соответственно, вот такой вот OID мы запрашивали. Я говорю, что сканируй, обращайся вот с этим запросом ко всем устройствам, которые на твой запрос ответят. И, соответственно, он уже это делает. Да, ну и надо не забыть включить это. Сканирование по умолчанию на отключенную. Теперь каждую минуту Zabbix пробегает по этим IP-адресам, запрашивает вот этот по протоколу SNMP устройство имя. И если устройство есть, если оно SNMP протокол поддерживает, то оно ответит. Но это недостаточно для того, чтобы наши с вами устройства появились вот в этом списке. Необходимо настроить действие. Значит, действие. В результате Discovery мы создадим новое. Назовем это действие. Ну, я буду, значит, переписывать просто из методички, чтобы вы могли это дело скопировать потом. Значит, назову вот так вот. Добавить свитч в Zabbix. Условие. Какое условие? Условие следующее. Запрос должен вернуть информацию, что это коммутатор. Ну, по счастливой случайности, у нас все коммутаторы называются свитч. Помните, да? Свитч 1, свитч 2, свитч 3. Вот, поэтому, соответственно, Received Value должно быть похоже на свитч. Все это есть в методичке вот здесь. Так, хорошо. Теперь мы указали, что. Осталось указать, что с этим делать. Что с этим делать. Операция. Значит, операция в первую очередь необходима в группу какую-нибудь добавить. Наше новое оборудование. Ну, я буду готовую группу использовать. Дискаверит Хостс. Следующее. Следующее. Самое главное. Мы должны объяснить, что мониторить на этом оборудовании. Значит, опять же, мы с вами рекламируем курс по Zabbix, который будет через неделю стартовать. И, соответственно, там большое внимание будет уделено шаблонам. Мы будем разрабатывать свои собственные шаблоны, модифицировать существующие. Значит, низкоуровневое обнаружение у нас с вами будет. Но в данном вебинаре ничего этого не будет. Мы будем готовить, мы будем использовать готовый шаблон, который пригоден для большого количества разнообразных SNMP устройств. Вот таким вот образом. Соответственно, если теперь все сделано верно, то через какое-то время у нас чудесным образом в Zabbix должно появиться три коммутатора. Коммутаторы в Zabbix должны... Так, пальчики скрестили. Ждем. Ждем. Значит, вот здесь вот в разделе «Хост» должны появиться коммутаторы. Надо посмотреть. Мне кажется, там оно было. Но я вернусь, посмотрю. Акш, надо... Не, мне кажется, здесь все есть. Вот. И если никаких подводных камней нету, дайте я посмотрю. То, соответственно, появится. Чтобы нам время с вами не терять, мы с вами приступаем, собственно, к теме нашего вебинара, самой центральной. Создание карты сети. Значит, сейчас мы будем с вами рисовать карту сети в Zabbix. Ну, честно говоря, сразу же возникает вопрос. А можно ли сделать так, чтобы... Честно говоря, на этот вопрос дадим ответ. Так, давай, люди смотрят. Так, ну, давайте-ка проверю. Связь вроде бы есть. IP-адреса верные. Discovery. Так, сеть вроде верная. Да, студент остается на MPV2-агент. На вид все верно. Так, ну, нормально. Видите, появились, да? Было бы у нас 100 коммутаторов, появилось бы 100 коммутаторов. То есть коммутаторы появились. Да, вот теперь уже можно говорить про, собственно, тему нашего занятия. Автоматическое построение топологии сети. Значит, в Zabbix имеется в разделе «Мониторинг раздел карты сети». И, соответственно, можно создать свою собственную карту с любым произвольным именем. Ну, назову ее вот так, например. Или лучше назову ее так, как в методичке, чтобы вы могли. Switches map. Не буду сейчас. Я люблю эксперименты, но никогда у нас 45 минут на все. Вот, поэтому буду не отходить. Значит, это вот. Так вот, в эту карту можно добавлять устройство. В принципе, сейчас нам с вами предстоит довольно занудная операция по добавлению всех наших сотен коммутаторов вот сюда. Вот сюда, значит, я говорю, добавить новый элемент. Говорю, что этот элемент на самом деле хост, который ты мониторишь. На самом деле, это хост Switch1. На самом деле он будет называться Switch1. Вот, и часто спрашивают, а нельзя ли сделать так, чтобы это автоматически происходило. Ответ «можно», но тогда надо решить увлекательную задачу, как нам понять, где какие коммутаторы расположить. То есть геометрию, понимаете, да? И, в принципе, потенциальное это решение заключается в том, что в коммутаторе можно указать геолокационную метку, то есть параметры описать. Ты стоишь на шестом этаже корпуса УЛК в 238-й аудитории. Нарисовать, соответственно, корпус учебно-лабораторный, да, все его аудитории. И, соответственно, ну, короче, хороший такой курсач для студента, там, четвертого курса учительной специальности. Вот, ну, у нас с вами на это, как бы, планов не было. Я сейчас добавлю все три коммутатора вручную, самым таким вот простым способом, но обещаю вам, что линии связи между ними я рисовать не буду. То есть это такое, вы добавляете 101-й коммутатор, он у вас автоматом добавляется в Zabbix, но вы извольте его нарисовать в карте ручками. Понятно, да? Неприятный момент, но имеет место быть. Значит, простого решения этой задачи, как бы, нет. За 45 минут я точно не знаю. Вот. Но и то, что у нас получится, тоже, мне кажется, будет интересно. Так, значит, быстро добавляю три коммутатора. Так. Apply. Так, и добавляю третий коммутатор. Третий коммутатор добавляю. Значит, тоже это у нас хост. Тоже, соответственно, switch. Третий. Значит, тоже у него название будет switch. Так, и картинка. Конечно, картинка. Самое главное – это зрелищность. Вот три коммутатора. Так, я сказал, что линии не буду добавлять. Честно говоря, буду. Но только для того, чтобы потом нам можно было понять, как их рисовать. Я вот соединю два вот этих вот коммутатора. Кстати, неверно. У нас, по-моему, второй с третьим. Так, кто у нас с кем не соединен? Давайте прям наврем. Наврем. У нас первый с третьим не соединен. Видите, да? А я, соответственно, возьму и соединю их. Вот. Это неправильно. И наша с вами система должна будет это дело исправить. Ну, дам название линку. Там, А, Б, С, Д. Вот так вот. Дам название. Вот. Единственный линк, и то неправильный. Все запомнили, да? Так. Очень часто я забываю сохранить результат. Вот. Кстати, про ГНС, да? Ну, уж если поиздеваться, вот это облако как-то некрасиво висит. Можно вот так вот сделать. Смотрите. Скрыть его хостнейм. Значит, дальше сделать его в виде тоже коммутатора. И так вот его подложить одно под другое. Смотрите. Во. Вот теперь вот облако коммутаторов, и все. Никаких облаков лишних. Так. Хорошо. Значит, мы с вами нарисовали топологию неправильно. А теперь, как нам построить топологию? Ну, на что мы с вами будем опираться? Чтобы топология строилась автоматически, нам необходимо получать информацию о ней автоматически. В университете мы используем оборудование CISCO, поэтому давно полюбили протокол, который называется CISCO Discovery Protocol. Show, CDP, Neighbor. Достаточно набрать на любом устройстве. И оно скажет, что к моему интерфейсу пятому подключен вот этот вот коммутатор. Кто-нибудь работал с CDP? Знакомо? Альтернатива какая CDP? Что у нас имеется? Ничего. Да нет же, существует. Ну, что вы, LLDP. LLDP. Другие вендоры поддерживают LLDP. У нас, кстати, тоже есть сегмент. Вот. У нас есть сегмент коммутаторов страшной компании Nortel, которая... Вот. И, соответственно, там LLDP. Мы, честно говоря, настроили свои вот эти... Да, вот видите, тут два коммутатора. Вот. Ладно. Но эту информацию должен вытаскивать как-то сервер Zabbix. Понимаете? Это я на самой CISCO вижу эту информацию. Способов много. Один из самых быстрых, но стрёмных, это использовать протокол RSH. Протокол RSH, конечно, весьма дремучий протокол. И я о нем знаю только в силу своего возраста. Вот. Нормальные люди не знают. Но зато его очень быстро можно использовать для того, чтобы удаленно что-то с CISCO делать. Ну, и если речь идет о какой-то сети, там, типа менеджмент сети, в которой никого постороннего нет, то, в принципе, можно и в продакшене использовать. Но еще раз, с точки безопасности, он, конечно, полный швах. Вот. Значит, я сейчас настроил поддержку доступа к протоколу RSH к моим CISCO с сервера, вот с этого IP-адреса. Вот. Теперь могу на сервер установить RSH-клиент и продемонстрировать, насколько легко теперь выполнять инструкции, которые только что мы выполняли, подключаясь к оборудованию CISCO, непосредственно с менеджмент станции. Смотрите, я говорю, на свече 1 выполни вот эту инструкцию. Узнаете, да, инструкцию? На свече 2, соответственно, должно появиться. Должно появиться, видите, да, все хорошо. Так, ну, дальше, что я делаю? Тут пишут мне менеджеры, говорит, Вячеслав, поступил запрос от слушателя, хочет углубленно пройти, я так смотрю, у меня глаза на лук лет. Значит, BASH, ну это еще ладно, куда не шло. CSH, а дальше читаю CED и AVK. Ну это, короче, такие дремучие Unix утилиты, которые там в лохматом году люди знали. Вот сейчас будет немножко дремучего Unix. Значит, мы вот установим вот этот вот пакет. Нам надо отформатировать вывод так, чтобы он был более структурирован. Значит, установлю этот пакет и целиком команда будет выглядеть следующим образом. Значит, не буду рассказывать, чем код возврата в DOS отличается от Unix. Дальше отфильтрую только строчки, в которых содержится свитч. Дальше, значит, удалю лишние пробелы, а дальше вырежу через пробелы нужные поля. Ну давайте посмотрим результат, и вы увидите, чем он отличается от предыдущего. И еще раз, это просто немножко такого магии Unix, да, обработка, превращение информации в структурированную. Смотрите, что у нас появляется, красиво как. Ну давайте со вторым свитчом. Значит, вместо вот этой вот неструктурированной информации, куча пробелов, какие-то непонятные ключи и так далее, у меня на выходе что появляется? Очень четко. Вот этот вот свитч соединен вот с этим свитчом через вот этот интерфейс со стороны этого свитча и через этот интерфейс со стороны этого свитча. Ну такая таблица, да, получается. То есть какой коммутатор с каким, через какие интерфейсы соединен. Вот. И я, соответственно, пока на этом протокол RSH и CDP оставлю. Сейчас мы с вами должны, будем получив вот эту информацию, вот эти линки нарисовать на всех коммутаторах. Чтобы это сделать, нам нужна информация о том, к каким коммутаторам подключаться. Можно завести какой-нибудь текстовый файл, где перечислить все коммутаторы, но это не спортивно. Коммутатор мы должны только добавить физически, он автоматом должен обнаружиться кем? Забиксом. Поэтому база данных коммутаторов у нас уже есть в Забиксе. Соответственно, как вытащить приложению информацию о коммутаторах из Забикса? Познакомьтесь с Забикс API. Забикс API написан с использованием замечательного протокола JSON. Я замечательно немножко в кавычках говорю. Я закончил программировать в те времена, когда JSON еще не было, поэтому для меня это как для админа, ну, некое такое, ну, не то, что китайская грамота, но в наше время такой фигни не было. Вот текстовый файл, для меня это нормально. JSON, значит, ну, шутка. JSON так JSON. Хорошо. JSON это формат, который используется для обмена данных с веб-сервером. И утилита Curl одна из удобных утилит, которая позволяет любой запрос к веб-серверу направить. Соответственно, не буду, опять же, углубленно рассказывать, что такое пост-запрос, что такое get-запрос, а скажу кратко. В Забикс, который работает вот здесь, входит вот этот вот приложение, которое готово воспринять вот такой вот запрос, в страшных фигурных скобках это и есть JSON. В этом запросе указывается, что хочу я сделать с Забиксом. Указываются параметры, а Забикс мне дает ответ. Перед вами пример, который говорит Забикс, дай мне, пожалуйста, строку для аутентификации, чтобы я мог последующие запросы к тебе направлять. Я подтверждаю свои полномочия чем? Логином и пароль. Значит, вот такой вот JSON запрос. Сейчас нам вернет JSON ответ, и в этом JSON ответе будет вот эта вот строка. Это строка-аутентификатор, который может быть использован для оставшихся запросов. Вспоминаем, для чего мы начали JSON изучать. Мы хотим из Забикса вытащить базу данных коммутаторов. Помните, какие коммутаторы опрашивать? Давайте это вытащим. Познакомьтесь, значит, в Забикс API входит среди прочего метод хост-гет. Хост это что такое? Вот это наши хосты. А гет это что такое? Дай, да? И далее указывается, значит, я указываю, указываю, дай мне информацию о хостах. В параметрах говорю, выводи все, что знаешь о хостах, но должен сопроводить свой запрос чем? Вот этой вот строкой. Ну, давайте я продемонстрирую это. Значит, чтобы мне было удобнее, я этот запрос скопирую и в него вставлю тот аутентификатор, который мне Забикс вернул. Итак, Забикс API. Мы с вами увидели, как попросить у Забикса аутентификатора на доступ. А далее первый раз демонстрирую, как с помощью этого аутентификатора получить какой-нибудь ответ. Ну, мне кажется, все понятно. Что тут? Можно даже разглядеть, да, если лупу взять. Вот, свитч 1 узнаете, да, явно то, что у нас есть в базе. Где-то там свитч 2. Ну, короче, я глаза ломал долго, а потом решил почитать, как же с этим джейсоном в командной строке работать. И у меня какая-то из рекомендаций была. Используйте джейсон-квери. Утилита джейсон-квери здорово скрашивает ответ. Посмотрите. Как вам ответ? Ну, во-первых, все стало цветное, да, уже хорошо. Во-вторых, здесь явно видно, значит, свитч 2, свитч 1, видите, да? Вот оно, соответственно. Вот, дальше немножко повозившись с этим джейсон-квери, мы с вами увидим еще много интересного. Но чтобы каждый раз мне не вводить вот эти вот крокодилы из блокнота копировать, я предлагаю решить, на чем мы будем программировать работу с нашим забиксом. Вот есть забикс API, это джейсон, да? Есть куча языков программирования. Джейсон на самом деле вроде как к джаваскрипту относится. Вот, но на самом деле для работы с забиксом чаще всего используют другие языки. Ну, например, Perl, помните, да? Perl-скрипт, который что-то делает. Perl, конечно, не модный нынче язык, устаревший и так далее. Если бы я начинал жизнь сначала, я бы начал изучать, наверное, Python. Мне кажется, сейчас это или Python, как там правильно его назвать. И однозначно известно, что под Python есть библиотека для работы с забиксом, удобная библиотека. Вот, точно так же известно, что подписчики, и она есть тоже очень популярный язык. Но поскольку мы с вами здесь собрались и не будем отдавать какое-то предпочтение языкам, я буду использовать вот этот язык. Что это за язык? Ну, короче, язык системного администратора, то есть меня, BASH. Поэтому я вот эти запросы к забиксу оформлю в виде скриптов. Так, ну, скрипты готовы, я буду их копипастить. Выглядят, конечно, не адски. Я думаю, что хороший код на Python будет гораздо более читабельным. Но еще раз, поскольку я сам не знаю Python, и поскольку не хочу отдавать предпочтение какое-то, я буду писать на том, что, значит, близко сердцу системного администратора. Не буду рассказывать, что это за обратный слэш, и бог с ними. Значит, а вот строка аутентификации будет у нас оформлена в виде переменной, которую надо перед этим экспортировать. Так, экспортируем. Какое там значение она у нас имела? Какое-то вот такое, да, значение. И вот теперь вместо того, чтобы длинные строчки копипастить, я могу просто делать. Запускать скрипт. Так, запускать скрипт. Так, скрипт возвращает шва в полный. Через JSON query можно вывести это красиво. Ну и задачу вспоминаем. Получить базу данных коммутаторов, которые есть в Zabix. Помните, да? Я сразу финальный результат нарисую. Значит, не буду долго и окольно рассказывать, что здесь и как. Вот. У нас, значит, задача грандиозная, и, соответственно, мы будем ее... В общем, вот такой вот результат. Смотрите, что содержит. Говорится, что у нас в Zabix имеются вот такие вот коммутаторы, а вот это идентификатор коммутатора, внутренний Zabix-овский идентификатор коммутатора. Получился плоский файл. Вот. Значит, и при добавлении каждого нового коммутатора надо этот скрипт будет запускать, чтобы вот этот вот файл создать. Ну, чтобы вот такие крокодилы у нас не были, я вот эту вот строчку включу, собственно, в сам скрипт. Вот. И тогда он у нас будет возвращать аккуратное табличное представление. Вот. Теперь я покажу результат. Смотрите. Значит, запускаю скрипт, он выводит на экран и тут же сохраняет файл. Утилита T. Хорошая утилита, которая пишет результат в файл и пропускает наружу результат. Вот у нас с вами теперь три коммутатора и имеется текстовый файл, в котором все коммутаторы перечислены. То есть теперь можно опрашивать через RSH каждый из этих коммутаторов и выяснять, кто с чем связан. Так, базу данных коммутаторов получили. Теперь наша конечная цифра. Карты, да? Карты, карты. Как работать с картами? Ну, давайте научимся читать информацию о картах из Zabix. Я, опять же, скопирую быстро вот такой вот скрипт, создам. Значит, кому понравится, можете все скрипты эти брать. Я старался максимально упростить их. Значит, проще не получается. Если найдете, как упростить, то пишите, я поправлю. Значит, вот этот вот скрипт. Ну, начну с того, что покажу, что он вообще показывает. Забикс обращается к Zabix с запросом map get. Ну, map это карта, get, die. И, соответственно, говорит, расскажи мне про линки и расскажи мне про элементы, которые эти линки связывают друг с другом. Ну, и строка аутентификации. Теперь я этот скрипт запускаю. И показываю результат. Значит, так же, как информацию о хостах, очень легко из Zabix вытащить информацию о картах. Про каждую карту имеется ее название. Название, да, имеется. Название, название. Где у нас следующее? Ну, короче, такие простыни. Да, вот вторая карта, заметьте, вторая карта, называется switch-smap. Помните, да, мы ее с вами назвали? Дальше перечисляются элементы, которые в этой карте. Узнаете номер? Это внутренний элемент Zabix. Самое неприятное, что в картах элементы еще раз нумеруются. Вот это с элемента ID, это нумерация элемента внутри карты. То есть в Zabix каждый хост имеет номер. И на карте имеет еще один номер. Такая цепочка получается. То есть коммутатор switch-1 называется в Zabix вот так, а на карте вот этот. Видите, да, немножко усложнение задачи будет. Вот, ну и опять же я покажу финал этого скрипта. Финал скрипта заключается в том, что я должен получить вот эту информацию. Какие идентификаторы Zabix с какими идентификаторами на карте связаны? Смотрите. В Zabix вот этот идентификатор, а на карте второй. Второй в Zabix вот этот идентификатор, а на карте третий. Так, ну и традиционно, традиционно сохраню это в текстовый файл. Сохраню это в текстовый файл. Так, ну что, теперь смотрите, у нас почти все есть. У нас имеется информация, какие коммутаторы есть вот в этом вот файле. Вот в этом вот файле. И какие идентификаторы внутри Zabix используются. И у нас есть информация о том, какой коммутатор на карте с каким идентификатором Zabix связан. Ну, смотрите, еще раз. Switch 1 в Zabix имеет номер 105, видите? А на карте 105 номер имеет идентификатор 2. Я не виноват, это в Zabix так написали, ребята. Но я уверен, что есть причина, почему они на картах не используют идентификаторы прямые. Возможно, потому что на карте можно несколько раз отобразить один и тот же объект. И у него должен быть уникальный идентификатор. Поэтому цепочка длиннее получается. Ну и вот этот вот адский скрипт я, наверное, совсем мало буду комментировать. Значит, воспроизведите его. Но пару раз попробую прокомментировать. Все равно обязательно. Смотрите, комментирую пару раз. Значит, в цикле я читаю строчки из файла, описывающие какой коммутатор с каким Zabix идентификатором. Дальше к каждому коммутатору из этого Zabix подключаюсь к PRSH, видите? И читаю, с какими хостами он связан. Этот результат перенаправляю в другой цикл, который в свою очередь читает идентификаторы и, соответственно, выясняет, кто с кем связан. Покажу результат работы этого скрипта. Результат на карте второй коммутатор связан с третьим. Помним, да, что на карте свои идентификаторы. Через вот такой вот интерфейс второго коммутатора и через такой интерфейс третьего коммутатора. Видите? Соответственно, теперь мы вот эти вот названия должны нарисовать на линках, которые должны создать. Если до этого момента мы только читали информацию из Zabix, помните, хосты вычитывали, карты вычитывали и так далее, то теперь мы должны будем писать информацию в Zabix. И я решил начать... Да, ну давайте сохраним результат. Да, тоже это в файле сохраняется. Так. Тоже это сохраняется в файле. Так. Соответственно, соответственно, я решил написать простой скрипт, который что-нибудь поменяет в Zabix. Я, честно говоря, так это изучал API. То есть мне важно, чтобы что-то простое заработало. И первый скрипт не будет иметь отношения к задаче. Он поменяет имя карты. Просто чтобы посмотреть, как это делается. И вот посмотрите. Если мы хотим что-то поменять в Zabix, то мы должны также обратиться через запрос post и описать его в JSON. Но использовать теперь... Смотрите, какой метод. Видите? То был map.get, теперь map.update. Среди параметров мы должны явно указать, какой map.id, какой номер карты мы хотим поменять. Помните, там второй был, да? Кстати, почему-то надо явно указать имя. Вот без этого, по-моему, не работает. Я всегда пытаюсь упростить. Мы же задаем новые... А, нет, вру, 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 вру. Смотрите. Вот этот параметр найдет нужную карту, а вот этот параметр поменяет имя. Так что все, все встало на свои места. Минимальный набор параметров. То есть я указываю, какое имя будет у нашей карты. Ну и сами вот эти параметры передаю через переменные аргументы скрипта. Значит, делаю скрипт выполняемым. Sash mod плюс x. Так, ну и запускаю, как вот в методичке написано. Значит, если сейчас все верно, то у меня карта должна назваться SuperMap. Давайте посмотрим. Монитор, Maps. Валя, да? Причем легко поменять, да? Там SuperMap 2. О, все, работает. Но наша задача сложная. Наша задача поменять линии связи. Поменять линии связи. Вот. Ну и, соответственно, опять же, у нас время прямо впритык. 45 минут, честно говоря, уложиться. Надо раз пять этот вебинар прочитать. Тогда я смогу в 45 минут. Я его шесть раз прогнал в подготовках. Но это самое. Короче, надо сгенерировать JSON, который опишет нашу карту и все линии связи. Для этого я делаю очередной скрипт. То, что у меня много скриптов, это не значит, что так надо делать на предприятии, друзья мои. На предприятии надо взять нормальный язык. Нормальный, да? Который вы знаете. Там Python, Perl или еще что-то. И запрограммировать все, что здесь есть, используя нормальный язык. Вот эти кирпичики, каждый из которых прост, просто позволяют, на мой взгляд, понять, что, для чего и как делается. Вот. Поэтому очередной скрипт, который, собственно, служит, скорее, для понимания того, что надо сделать, а не для копирования. Не для копирования. То есть, готовый продукт я вам тут не продам. Так. Значит, в двух словах, что делает этот скрипт? Этот скрипт читает вот этот вот файл, в котором прописано, какой элемент на карте, с каким элементом на карте, через какие интерфейсы связаны. Ну, точнее, мы будем брать элемент на карте, элемент на карте и метку. Вот метка у нас там была с вами, где-то была у нас метка. Вот. Вот это будет метка. Вот это элемент на карте, это элемент на карте, а вот это подпись должна быть. Так. Соответственно, я готовлю, 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 читая вот этот вот файл, вот этот вот файл, перебираю все, все элементы, все на карте. Так. И, соответственно, программирую линки, программирую описание линков в виде джейсона, в виде джейсона. Значит, а дальше конечный запрос выглядит как обновить карту. Вот это номер карты, линки, и вот линки будут описаны вот в этой вот переменной, которая была сформирована вот в этом вот цикле, были перебраны все элементы и все подписи к карте. Ну опять я еще раз говорю, что грандиозная задача у нас и подробно расписывать все, что там написано на шеле, тем более, что наверняка многие из вас на шеле не программировали, я в этом уверен, но еще раз, надо просто смотреть на эти тексты и программировать на том, что вам удобно. Так вот, есть ожидание у меня, что сейчас все должно произойти. Ну-ка посмотрим. Вот я запустил скрипт, давайте посмотрим, что произойдет. Ну как? По крайней мере это работает. Насколько я успел это объяснить? Ну давайте добавим еще один коммутатор. Значит добавим коммутатор, ничего страшного. Берем еще один коммутатор. Сценарий, да, прогоним еще раз. Так, берем коммутатор, называем его свитч4. Так, рисуем, что это коммутатор. Дальше соединяем его с кем-нибудь, не задумываясь ни о чем. А, забыл, забыл. Значит, как хотите, можно соединить звездочки, можно как угодно. Тут как бы проверено работает. Ну можно колбасу нарисовать. Давайте вот так соединяем. Так, соответственно программируем этот коммутатор. Так, запускаю, запускаю. Не программируем, а настраиваем коммутатор. Ну, буквально все, что мы там с вами делали, значит, у нас свитч4, свитч4, 104 адрес будет иметь. Так, значит, это у него имя. Сейчас он загрузится. Так. Так, опять же, тут быстрее будет перезагрузить вот этот вот коммутатор. Третий. Так, сохранена, конфигурация сохранена. Так, стоп, старт. Так, пока он перезагружается, что у нас еще коммутатор должен? Он у нас должен по SNMP быть доступен. Помните, да? Наш же Zabbix его найдет и первым образом спросит у него хостнейм SNMP. Поэтому, соответственно, добавляем вот эту вот инструкцию. Наш новый коммутатор. Так. Теперь ждем, пока он начнет быть доступным, наш коммутатор. Так, 101 доступен, 102 доступен, 103. Вот он сейчас перегружается, и через него же и 104. О, отозвался, 104 доступен. Так, отозвался. Проверю, по SNMP доступен или нет, Switch 4. Да, доступен. Ну что, у нас все шансы его увидеть где? Где увидеть? В списке хостов увидеть. Все шансы или нет? Все. Ну, как-то пока не видится. Ну, давайте подождем. Давайте подождем минуту. Каждую минуту у нас сканируется сеть. Вот. И если я ничего не напутал, а вроде бы не видно, где что можно напутать, он должен в списке появиться. Ну, давай, люди смотрят. Алло. Ребята. Так. Switch. Какие у меня тут свitchи? Сейчас у нас. Так, Switch 3. Ну, молодец. Появился, да? Все видят? Раз он появился, то мы возвращаемся к первому скрипту. Первый скрипт у нас что делал? Он у нас выгружал информацию, какие коммутаторы вообще есть. Ваши кабельщики побежали, новый коммутатор воткнули, вылинг подняли, и в Zabbix он появился автоматически. Соответственно, здесь мы с вами должны увидеть, видите, четвертый свitch появился. База данных у нас как бы заполняется автоматически. Далее, к сожалению, придется сбегать, придется сбегать и на карте наш свitch отобразить. То есть мало того, что ваши кабельщики бегали, мало того, что вы настраивали линк, еще придется пойти вот сюда и сказать, так, у нас добавляется новый коммутатор. Новый коммутатор, значит, там где-то его располагаете, где положено, и, соответственно, указываете, что это у нас хост, что это у нас свитч 4, что это у нас свитч, соответственно. Так, и, соответственно, нарисовать, нарисовать, что это у нас свитч. Так, apply. Вот он у нас есть. Так, и update. Вот у нас коммутатор, видите, но линию связи не рисуем, не рисуем, не хотим. Да, вот у нас, соответственно. Так, теперь вспоминаем, что наши скрипты линии связи строят на основании протокола CDP, и чтобы получить информацию по протоколу CDP с коммутатора, необходимо настроить к нему доступ RSH. Помните, да, такой был? Я решил вот такой метод использовать. Соответственно, беру и лишнее, лишнее. Свитч 4. Так, ну хорошо, если все хорошо, то я могу попробовать RSH запросить с четвертого коммутатора информацию о его связи. Да, вот видите, вот я к третьему подключен, да, то есть с моей стороны десятый, с той стороны восьмой интерфейс. Ну что же, раз так, то можно, опять же, вот эта задача разбитая по кусочкам, следующий кусочек запустить. Следующий кусочек говорит, следующий кусочек, здесь все расписано. Добавляем, добавили новый коммутатор. Добавляем на карту. Так, соответственно, теперь мы можем, теперь мы можем, теперь мы можем, да, на самом деле, вот это я пропустил. На карту-то мы его добавили, а у нас есть таблица соответствий между идентификаторами в запексе и идентификаторами в карте. Помните, да, вот видите, он пятый стал на карте. Так, далее, соответственно, мы RSH подняли и теперь можем построить связь, какие коммутаторы на карте через какие линки подключены. Видите, да, текстовый файл у нас получился. Ну и попробую запустить финальный скрипт, который вот этот текстовый файл прочитает и сформирует JSON-запрос на обновление карт, перевисовав все линки на карте. Ну как? Впечатляет? Ну, за 45 минут не успел, но все равно достаточно быстро, быстрее, наверное, не получится. Все, я очень рад, друзья. Значит, оно получилось. Значит, методичка понятна, где находится. Все запомнили. wiki.val.bmstu.ru Давайте попробуем, я сделаю формат шрифт. Так, wiki.val.bmstu.ru Значит, если не найдете, пишите на почту. Вот вам адреса электронной почты. Я с удовольствием пришлю. На сайте специалиста наверняка в ближайшее время появится, значит, вебинар. Я проверю это обязательно. Так, ну и самое главное, друзья мои, значит, все это было, конечно, не напрасно. Все это было с хитрой целью уговорить вас или ваших коллег. Значит, обратите внимание, что у нас есть курс двухдневный, на котором разбирается большое количество задач, связанных с записям, и низкоуровневое обнаружение, и настройка. Ну, короче, будет не по верхам быстро, как сейчас, а подробно, с лабами вы будете делать. Пока не сделаете, я вас не выпущу, значит, все будет работать или, значит, никуда не пойдем. И группа, первая группа стартует 27 сентября. 27 сентября, когда? Ну, через неделю, да, грубо говоря. Так что буду рад видеть вас, ваших коллег. Вот. Ну, а так, наверное, все. Пишите письма. Да, да, значит, Друзья мои, да, кто удаленно смотрел, тоже благодарим вам, значит, вот, подключайтесь, пишитесь, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok,